Фух, короче, рассказываю. Всем привет. Часа два с половиной или три, короче, готовил. Встал как собака просто. Сделал салат. Сейчас, может быть, покажу какой. Не стал снимать, уже у нас темно, время полдевятого, сейчас будем ужинать только. Салат с курицей, сыром, черносливом, грецким орехом, яйцам. Вот такой салат. Жюльен. Думаю, ой, это пар. Думаю, запечатлю. Кто-то считает же, что я лентяй, ничего не делаю. Кто бы мне лучше, вы мне не поставьте, пожалуйста, лайки. Спасибо. Буду благодарен. Вот, это жюльен запекается. Все это за три часа. Успеть приготовить. Я еще успел за это время в магазин сходить, у меня не было шампиньона, все спонтанно. Короче, почти праздничный стол. Новогодний. Сейчас салат покажу. Так, салат. Опять в этой же корзиночке своей. Она такая, знаете, толстая достаточно. Двумя слоями. Первый слой у нас курица идет, потом майонез, потом чернослив, майонез, грецкие орехи, яйца, сыр. И повторяем. И сверху засыпаем вот такими грецкими орешками поколотыми. Будем кушать. Так, это у меня жюльен достал. Сейчас будем тоже хавать, хавать, и картофель на пире. Кто меня считает молодец, поставьте, пожалуйста, молодечку, лайчетчик. Мне кажется, я заслужил. Может быть, завтра еще мукбанк сделаю. Сегодня уже темно, некрасивый будет кадр, поэтому... Короче, я в Адикси день не знаю какой. Вчера целый день валялся, отдыхался. Всем снова привет. Взял, короче, такие гранолы, фрукты, орехи, йогурт. Не знаю, что мне прям требует организм. Взял мандаринов хороших по 250 рублей, правда, но... Яблок, короче, тянет на такое, что не надоел мясо. Видимо, весна, обострение какое-то. Возможно. Мука моя без акции. Любимая. Французские штучки. На овощи что-то не тянет. Может, с ней в эфир война. Ходили с Ольгой гуляли, банковские дела делал. Такое, в общем, расскажу. Сейчас по почту магазин выйду. Ну и что я пришел? Ой, ребята, у нас погода. Второй день. Вчера вообще целый день дождики были. Вчера на что была среда. Сегодня 18-й четверг. Затем мы с вами пятница-развратница. Так что, заходите на прямой эфир. Может быть, сегодня зайду. Не знаю. Вчера целый день спал, лежал, смотрел кино разное, фильмы, сериалы. Просто даже не брал в руки практически телефон. Так немножко, может. И жрал. Все. Все, что я делал. Сегодня хоть дождя вот нету. Так иногда моросит. И выхожу. Вот вышли сейчас с Ольгой прогулять. И сходили. Мне надо было в банк сходить. Ну вот, еще раз удостоверился, что Сбербанк нахер мне не нужен. Поэтому никому не рекомендую, ребята. Только, знаете, какой банк я вам всегда говорю? Тинькофф. Самое лучшее решение. Так. Что еще? Ну, короче, купил я все-таки эти гранолы. Уж очень они мне понравились. Составы неплохие. Цена, кстати, скидка такая почти 400. Вот такие вот мадаринки. Вы знаете, с вчерашнего днях это мадаринов именно с рынка. 250 рублей. Должно быть без косточек. Мне нужны были сочные, сладкие, вкусные. В магазинах пятерочка, в дико себе какие-то гнилые, не вкусные. Ну, короче, там, да. Яблоки уже беру. Брал Golden. Нет, Gala брал. Red брал. Че-то как-то, блядь, не знаю. Вот эти вот, не знаю, хочу попробовать. Сочные, не сочные. Все какие-то, знаете, груши брал. Мясисты. Может, конференцию надо было ждать. Вот Ольке увидел, взяла ананасы. Я говорю, ой, блядь, сто лет не ел. Но она взяла кусочками, вот по акции были. А вот эти тоже по акции, но они на 30, или на 20. Конечно, чуть-чуть дороже. Но это вот целыми кольцами. Вот что-то мне тянет на фрукты, ребят. Вот как уины, кстати, судаковой. У нее тоже эти фрукты, точнее, витамины она прекратила пить. Пропила. И я вот сейчас тоже небольшую остановку взял. И, правда, знаете, стал тянуть на фрукты. До этого не тянул. И ебрута своей любимой. Эпика. Вот. Разный, короче, взял. Два. Сейчас фрукты с ебрутом, может быть, мукбанг сделаю. Шоколадки я сейчас стараюсь не есть, конечно. Но я сейчас, знаете, мучной стараюсь меньше есть. А сладкого все равно хочется. Вот. То есть какие-то пирожники сейчас убираю. Все такое. А вот шоколад, к сожалению, не получается. У меня брать. Газировки захотелось. Я взял, короче, газировки. В общем, такая разгрузка пока что не совсем удачная получается. Я тут наготовил. В начале видео вам показал позавчера жратвы. Естественно, я ел и салаты, я ел азар... Как это называется-то? Забавка называется. Скажешь, все я это ел. Вчера жрал целый день. Вчера раз в пять пожрал. Сегодня вот на разгрузках. Два пирога уже сожрал сегодня на разгрузках. Вот эти штучки в Диксоне. Крепить на тавке можно. Вот такой сегодняшний день по второго дня. Сейчас там у меня созвон. Предстоит нам через 20. Вот. Пошел раздеваться, переодеваться. Суиться только пришел. Приможешь быть в эфирсе. Четверг. Такое у нас прекрасное небо. Четвертый день влога, ребят. Вот, стою под крышей, взял зонтик. Сегодня, что? Сегодня пятница. Не знаю, может, я завершу. Наконец-то иду попею с влогом. Собрались с Ольгой в центры горды. Ей там что-то дела надо, но я так за компанию. Поедем на автобусе, прокатимся. Ну, в принципе, как бы разница токсин двоих небольшая, но просто было принято решение прокатнуться на автобусе, приобщиться, так сказать, к людской жизни поехать. Так что, мы поедем и помчимся. Жду ей. Надо было сейчас что-то сюда занести. Она же занимается поделками. Вот эти вот игрушки. Помните, шитье. Короче, рукодельница. Все, готовка умудряется заниматься. А муж у нее в гараже, он занят. Ну, там, ремонтирует. А Ольге, видимо, очень срочно надо. Если не хочет она его отвлекать, мы прогуляемся обратно, может быть, пешком поедем. Может быть, нет. В общем, сегодня в пятницу штормовое предупреждение с большими порывами. Знакомый пошел, но он мне не узнал. Я в капюшоне. Хоть немного подсохло все. Не по лужам. Ну, ничего, сейчас после трех-то обещают нам страшную жизнь. Посмотрим. Но сегодня на 6 градусов выше, чем вчера. Червячки вчера шли тоже здесь обсуждали. Смотри, как в детстве прям. Ой, он автобус какой-то. Давай. А там есть тройка, то можно на тройке поехать. Куда он поворачивает? Двойка. Почему? Он туда уезжает? Тим-театр? А, я на это смотрю. Тот не знает. А, ну все, мы сейчас на эту маршрутку успеем, значит. Слушай, Тема, напомнишь мне, наверное? Что вы думаете? Идем пешком на центр, потому что автобус был маршруткой маленький. Я, в общем, даже не сообразил. Мы же его видели, что он битком будет стопудово. Зато мы захотели проехать. А большой, да, большой, тройка. Вот. Да нет, тут не проблема. Вызвали по такси поехать. Мы не захотели. 150 рублей. Не, ну а немножко пройтись, прогуляться. Почему бы нет? Санкционно думать, что у него сидим. Вот. Поэтому все на благо нашего здоровья. Ну вот. Ну вот так. Сходим с медленным шагом. Все уже тихо и спешим-то. Он теперь может ходить. Сплю. А вот. И? Ну тут до цента-то полтора километра. Господи. Тоже. Ну вон в Турцию с сыном по 20 тысяч шагов ходили. Там 10, 12, 15 километров в день. Представляешь? Я помню, сколько я нахаживала, когда работала в Турнадеду. Мне кажется, там какие-то действия. Там все 30 тысяч шагов, 40 тысяч шагов. Если они больше. Как-то непонятно. Знаете, ветер вроде не холодный. Вроде не сильный. И вроде, блядь, и не теплый. Опасный такой, я считаю. Вот идешь то с ними, что оденешь. Это капюшон. Капюшон не жарковато становится. Снимаешь, блин. Кстати, вчера в кинотеатре было холодно. Скажу больше, я туда пришел, когда посмотрел раз на кино, там еще все таяло, видимо, и крыша текла. Да. А холодно там. Всегда холодно. Зимой нужно приходить в трех шерстяных носках, чтобы ноги не отморозить. И сидеть в шапках. Это есть такое. Ну как там, батарейки же маленькие. Радиатора. Вот. Поэтому, конечно, отопительная система там старая, видимо, осталась. Мы хорошо еще сели назад, вот где-то такие кресла большие. Когда в торговых центрах, там тепло, понятное дело. Я немножко сняла кроссовки и прям с ногами сидела. Матрицу засунула, там такие большие. Ага. Это, кстати, наша главная улица. Я потому, что часто вам, когда темно, снимаюсь, схожу. А вот, когда светло, редко получается. Ленина, естественно, называется. Ребят, поздравьте, мы в центре. Заняло у нас минут 20. От силы. Готовят. Кстати, сказали, что салютов на 9 мая не будет. По крайней мере, в Москве. Скоро куличи уже продаются, ребята. В Дикси продаются куличи. Вот это ЗАГС. Он, может быть, снаружи вам кажется не очень, но внутри шикарный зал. К нам многие хотят приехать. У нас очень красивый зал, бракосочетание. Внутри. Синий это автостанция, вон там музыкальная школа. Оранжевый. Тут дворец культуры. За деревьями. Это типа зимний парк. Я в такой красоте. Мне так тут нравится. У нас все уже в микрорайоне. В своем районе, так скажем, приехали. Автобус, кстати, новый, неплохой. Потому что не стал снимать там народ. Ну, немного, кстати. Забыли с тобой. Иду за вкусом, говорю. Вот это вчера жалки невкусные. Килограмм возьму. Вот и думаю насчет моего фирма на вечер. Хочу я пить. Не хочу знать, я не хочу вино, я не хочу шампанское. И я вот дома пропил. Хочу ли я его с кубрией. Либо мохито-коктейль сделать. У меня есть ром. Не подарили. Жаляй, вы пили. Думаю, что с рома мохито сделать. Не знаю, я вообще хочу ли я пить. Надо еще решить. Ой, все так сложно, все так сложно. Иду вот по таким вот сусекам, блядь. Сейчас куда-нибудь выйдем. Еще шаурму захотел. Вот здесь вот продается, конечно, но в центре повкуснее города. Пироги вот здесь тоже ничего такие. Вчера брали с Ольгой, очень вкусные. Такие, знаете, как курники. Но внутри такая рубленая курица с луком, как самса. 100 рублей. Неплохие. Короче, в КВ. У них есть соджу. Ну, правда, 14%. Я не знаю, сколько она должна быть. И цена, правда, 178-189. Интересно. Ну, в России делают. Вообще, соджу это, по-моему, китайская или японская водка. Со вкусом сливы. Ну, это, наверное, что-то типа коктейлей. Смотрю на вечер, что-то быть, хочу я или не хочу. Ожирануть. Помните, ячанг раньше был. Сейчас, короче, не привозят его, нету нигде. Казахстанское пиво, типа, по китайским рецепту. ПОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОК